ребята нас погода конечно просто омерзительная это не зима это какое-то испытание для человечества я хриплю вчера правлялась везде ничего абсолютно не снимала и сегодня я не могу уже просто смотреть на бардак моем доме мне хочется поубирать какое все просто ужас решила поубирать в тумбочках сейчас перебираю свою тумбочку нужно будет помыть эти вазончики мои вазончики вот и в шухлядка хочу тоже поубирать в ящиках русские у нас горят шухлядка на украинском ове вот навести какой-то более-менее порядок если я завтра себя буду хорошо чувствовать то хотелось бы где-то погулять смотрю на людей которые ходят в белых курточках в эту грязющую погоду если у них дома нет сушильные машины не могут постирать и высушить ее сразу это просто конечно капец ребята я сейчас вот на свою сушильную машину прям молюсь мне кажется я без нее бы не выжила бы не стираю сушу сразу постели нашу в ящик и каждый раз говорю спасибо точно так же как и посудомойки тогда пальмочка более-менее себя чувствует и эти пальмы уже пустили корни смотрите какие корни видите это и их нужно посадить и вот я вазон который я пересадила этот он разрастается большой а эти которые я держу в маленьких стаканчиках маленькие поэтому мне нужно купить горшочки и все это рассадить и не знаю как собраться и выйти в эту мерзопокосную погоду надо как-то решаться ветер качает эти деревья ой блин не видать нам зимы наверное нашим детям вообще не знать что такое зима вот такая вот осень холодная осень максимум и так девочки кто легких путей не ищет тот я я решила стирать ковер в общем я додвинула тумбочку есть место где дима тут очень плохое освещение где дима застирывал помаду помните после вероники смотрите какой тут ковер мягкий ведь я стал а вот тут ковер ведь он такой затоптанный есть вот такие вот пятна есть вот а жвачка который мы говорили и решила раз уж я посмотрите на эту нику я тут все вы мало она пришла и пепси разлила раз уж я в общем тут пропылесосила и наверяку навела порядок помыла подоконники дети смотрят мультики там я попробую вот тут все это вымыть это ламеля стоит мы ею никого не бьем не подумайте и даже кота и и не бьем не нет просто она тут стоит мы я буду очень стирать ковер кто-то нам постучал и спрятался то не папа и никого нету я так долго стояла смотрела в глазок и реально никого нету то это вот так вот съел бутерброд и маме тут поставил сюрприз ну-ка остатки выбросить в мусор и тарелку в умывальник начинаем привыкать к самостоятельности к порядку быстро быстро пойму что это такое у соседки лает собаки ну то есть собаки тоже кого-то чувствует я слышу какие-то голоса в подъезде ну блин но никого я пришла сразу кишка под дверью трется кишка кто это к нам пришел не дима запер у меня даже ключей нету надо искать вот там смотрите вообще какой чистый коверлин а тут пятно ведь и размягчилась а был он какой дубовая пленочка он слезла сейчас это все от стираю кстати на камеру видно вот пятно мне вот так вот не видно глазами вот это красное не знаю смогу отстирать или нет слышу как лают собаки у соседки вот эта щетка кстати щетка очень неудобно это но можно постирать зато как свежо будет скажите в нашем-то доме не отключилась этой ребята пытающийся пылесосом вот этим буду выполаскивать то что я тут на и лозила парень будет бежать отсюда просто со скрипом каблуков берем ну чё она сюда не достает господи помоги а ну выскакивает и все может это не отсюда она чтобы пойти трубочки будет бежать вода а я не могу о господи еле вставила сейчас мы с вами включим эту розетку чудо техники спрашивали пылесос круто или нет девочки конечно советую вообще советую всем этот пылесос у обалденный смотрела передачу сейчас буду выключать телефон сел я люблю слушать тревел передачи какие-то когда что-то делаю и всякое такое осведомляться старость не радость теперь надо надо вот так против счастья вот Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, я никак не могу отстирать вот эти моменты со слаймом, рыжие пятна вот здесь, и я решила, что я и здесь применю свой кислородный пятновый водитель. Единственное, чего я боюсь, это наливать горячую воду на ковролин, чтобы он как-то не сел. Ну, поэкспериментируем. Тише, аккуратно, горячий чайник. Вот же, а? Ну, ребенок номер два, вот интересно ему. Я взяла вот такую вот щеточку, и вот такую вот еще щеточку. О, вот этой будет лучше. Тише, отойди, горячий чайник. Давайте на таком пятнышке попробуем. Вот, оно должно выталкивать. Видите, как оно работает. Выталкивает вот эту гадость. Почему-то они весь порошок, вы заметили, растворяются. Тише, уйди, ну, пожалуйста, ну... Уйди, а то сейчас всем каналам тебя опять будут жалеть. Так. Вот я еще вот именно вот, где слайм этот. Пылесос, чем хорош, это тем, что вы можете хорошенечко выполоскать потом то, что вы тут накудрявили. Потому что руками вы не постираете потом ковролин, не снимете, в стиралке не выполоскаете. А вот пылесосом я вытяну все, что там было. Вот как оно работает. Видите? Что страшно, да? Очень страшно. Вот оно вот выталкивает. Ну, посмотрим. Если отстирать слайм, тогда вам всем будет на заметку. Видите, вот тут еще розовое пятно. Сейчас попробую еще тут. Тише, страшно. Очень страшно. Но только, видите, горячей водой нужно заливать. Поэтому думайте, какие вещи можно будет залить горячей водой, какие нет. Вот. Вот. Слайм на месте, походу. А не, рвется, девочки, рвется. Так, сейчас я это все намыла. Кстати, вот рыжее пятно, которое было вот тут, я его отстирала. И то коричневое такое было пятно. Слайм вот так вот. Ну, видно, конечно, если сблизка. Так, конечно, сильно не бросается в глаза. Тут пятно было черное, страшное. Сейчас я это все буду еще полоскать. Блин, ну тут еще что-то непонятное. Ну, сейчас щеточкой еще тут пройдусь. Прополоскаю вот это все. Соберу крошечки этого пятновыводителя. Открыла окно проветриваться. И закрою эту комнату в чистоте, наконец-то. И можно приступать к следующим комнатам. Ну, эту я прям генералила, в тумбочках поубирала. Что у меня? Это я то, что я нашла за тумбочкой, выброшу. Вот у меня еще Сэросепт. Алафера Бион, в тумбочке, наушники, микрофон, градусники. Тут всякие крема, которые там для ног, что я примеряю. Вот у меня тут под рукой должно быть этот аллюголь. Спасибо, кто советовал. Занимаюсь горлом. Тут у меня рецепты. Щетка от целлюлита я ею часто пользуюсь. Очень трусовую ноги. Рецепты Ира давала детские книжки. И эта штука вообще бесполезная для ног. Она настолько слабая, что она тормозит на моих пятках. И не может их же это чистить. Браслет вот этот я им не пользуюсь. Карточки мы с Ника часто проходимся. И любопытный кот. Стоять! Оно стоит! Оно стоит! Хищник, блин, под батареей пролез. Я, девчонки, решила свою штору для душа. Тоже проэкспериментировать с этой пятновыводителем кислородным. Вы меня спрашиваете, как он называется. Мне его предложила знакомая. Говорит, если ты хочешь, я себе заказываю. Вот я купила вот такой килограмм, по-моему, за 70 или за 80. Я уже не помню. Он у меня как-то долго лежал. Я там чуть-чуть на Никиной кофточке. Оно хорошо выводило пятна. И тут у меня вот пришла идея применять его еще вот так. Вот низ. Шторы для душа. Видите, она очень внизу засоряется, потому что стекает по ней вода. Ой, видите, как пенится. Ого! Потому что стекает по ней вода и ржавчина, и такой, знаете, желтый низ постоянно. И это как ни крути, не отстирывается. Никакие ваниши не помогают. Я уже пробовала вываривать ее. Нету смысла, потому что она вся потеряет свой цвет. И вот я решила попробовать вот такой вот способ. После этого я ее, понятно, постираю. И покажу вам результат, отстиралась или нет. Жаль, что я вам не показала. Но рыжая-прирыжая она внутри была. Вот. Мне кажется, у меня мало воды просто в чайнике. Да, у меня тут уже все. Ну, вот видно прям такое, знаете, как с налетом вода вытекает. Значит, что там работает. О, девочки. Все сошло. Вот, боже мой, она была прям рыжая-оранжевая. Вот сейчас разрекламирую это средство. Как оно называется, я ее не знаю. А я тут помыла, чуть-чуть помыла смеситель. Ну, блин, посоветуйте мне, чем хорошо отмыть вот застарелое. Тут видно, сочилась вода. И вот этот именно кусочек я не могу отмыть. Вот тут на шве. Так вроде бы я ее, его намываю этот смеситель. Вот тут у меня проблем нет. Ручка, кран. А вот это вот место и вот это вот сочилась вода. Что-то такое ядреное. Мне посоветуйте. Вот все я понимаю, девочки. That's good. А Дима хотел покупать новую. Нет, нет, нет. Просто так деньги я потратить не разрешаю. Потому что я хочу шторы в ванную, а не вот все. Если вам будет видно, смотрите, какого цвета пена. Это вся ржавчина. Вот это вот именно этот весь звездковый налет, который был на этой шторе. Сейчас я ее затру руками и поставлю на быструю стирку, в стиралку. Наш папа с работы забрал заказ. Это с Крокса был заказ. Это с Амазона. Да, еще штанишки. Мои из Хаэма, по-моему, или из Джорджа. Я уже даже не знаю, откуда. Моя папина, это вот будет. Это джинсы мне. Давайте посмотрим. В общем, это чашка. Поцарапали в дороге. Я заказывала Диме на Амазоне вот такую термочашку. Она была в акции. Слушайте, она очень плотно закрывается, надо отметить. Вот такая вот фирма. Уже не помню я. Она что холодная, что горячая хранит. А, холодная. Надо сделать тише. Вот это вот. Она что горячая, что холодная хранит. Видите? Горячая 9 часов, 21, холодная. Очень плотно закрывается. Слушайте, я не могу... О! Там прям какой-то вакуум был. А дальше что? А дальше как открыть? Кто шарит вообще? Как это закрывать и открывать? Так, сейчас попробую. Смотрите, какой он вместительный довольно. Здоровенный. Мам, а здесь водички. А, вот тут инструкция есть. Вот водички. Вот так открыть. Мамочка, а я... И сюда пить. И водички. А, понятно. А так закрыла, и вот тут закрылась. Вот я села. Папа будет пить. А я думала, дырка должна тут... Папа будет пить. Конечно будет. Так, они-ка все свои сандалики пытаются открыть. Я уже смотрю, большие девочки. Акерейка не может закрыть. Я поняла. Вот так открыто. Не пьешь, закрыто. Ну, довольно-таки вместительная классная штука. Сейчас мы с вами откроем кроксы. Я промахнулась с размером на сапоги. И походу эти большие. Сейчас рассмотрим. Они, конечно, обалденные. Но надо было брать 26-27. Ну, они не скиснут. Давай померяем, Никулька. Давай. Не скиснут. Если что, большие, не маленькие. Правда, папа? Да. Давай, снимай носочки. И померяем. Давай. Вот насколько они большие. Я не знаю... Это дичинки. Для тебя. Я не знаю, вырастет ли настолько нога. Это дичинки. Минус один размер, да. Это дичинки. Да тебе. Стань боком. Вот скажите, вырастет настолько нога или нет? Мне кажется, нет. До лета. Ой, красота. А ты сейчас их поломаешь вот тут. Короче, Дима, надо заказывать на размер меньше. А эти на следующее лето будут. Ну, я их заказала, девчонки, за 200 с чем-то гривен. Если у нас эти кроксы 600-800 гривен, то эти мне 200 с чем-то обошлись в любом случае. Если даже я их продам, то я буду не в минусе. Но мне жалко их продавать. Пускай будут на следующее лето. Посмотрю акции на кроксе еще. Ника, поставь его. Опять сейчас лицо поцарапает. Дырочка. Дырочка-то так задуманная там. И тут такая дырочка. И тут такая. Это так надо, доченька. Это не дырочка. И вот такие вот мне джинсы. Они довольно-таки тонкие, кстати. Они, наверное, за счет этого будут вообще в обтяжку. Внизу они такие зауженные. Это мне под мои новые сапоги. Ботиночки, которые мы купили. Черные джинсы, черные ботинки. И мой новый гольфик. Классно. Все, вот они скини. Это то, они стоили. Вот ХМ, 14 размер. А цены, кстати, были раньше цены на вещах. Сейчас почему-то Ира начала обрывать цены, и нету цен. И раньше было так удобно. Была цена, и я могла себе посмотреть. Потому что я же забываю, по какой цене я заказывала. Внимание, внимание. Смотрите, красит диваны. Видите? Красит диваны. Все, пошла говорить, Диме есть. Это он кушать, кушать, кушать. Новинки, обновки. Только я поубирала. Снимай, а то поломаешь носочки. Сделала Диме салатик. Сейчас заправлю специями и маслом. Чуть-чуть еще посолить надо. Все. Приятного аппетита, Диме. Хочу вам показать, как я стирала штору. Вот она сейчас мокрая висит. Вот, смотрите, она была вся полностью рыжая. Если у вас шторы есть для ванны, для душа, вы все знаете прекрасно, что с ними происходит. А так чистюлька. Все. Вот мой. Смотрите, сколько я использовала. Нужно еще заказать. Ну, буквально ложечку на вещи. И хорошо отмывает. И вот этот шампунь, кстати, я вам показывала, что я его купила. Не плохой шампунь. Ничего плохого сказать не могу. Хорошо пенится. Не хуже бонтина. А вот эта вот штучка. Вот эта вот штучка. Ну, такое себе. Чисто поиграйка, знаете. Поиграться. Короче, решили мы с Димой еще креветки поджарить. Мы тогда не все съели. Они лежат. Я их заморозила. Я надеюсь, она еще сильно не будет. Наверное, под крышечку надо. Чтобы она не стреляла. Все. Вот эта упаковка, которую мы покупали. Буквально парочка минут, и они готовы. Они такие солененькие, вкусные. Тиша, ты что тут делаешь? Ты креветочек хочешь, Тиша? А это Димуля. Креветочки. Пожалуйста. Мы приготовленными этими сейчас. Ой, теми сырыми, как получается, мы ели и сейчас. Есть разница? Ну, сыры прикольные были. А эти? Холодненькие, но эти тоже. Но теплые, типа, получается. Может, им надо дать остыть? Наверное. Да? Ну да, я попробую теплые. Ты уже все съешь. Это чему там остыть? Что там съешь? На. У меня... Ой, капец. Смотри, какая у меня камера. Классно. У меня на голове высушено кокосовое масло. Креветка классная. Я опять себе косметику заказываю. Переписываюсь. Хочу взять карандаш для бровей профессиональный от NYX. Со щеточкой с такой. И хочу помаду себе взять классную. Там сейчас скидки опять на Амазоне. Помада получается 75 гривен от NYX. Профессиональная. Что в ЕВИ вы возьмете, черт или кета. И карандаш тоже получается 4 доллара. А 4 доллара это сколько? 100 гривен. 100 гривен карандаш и 75 помады. Я две штучки заказала себе. На 175 гривен. Ничего, Дима? Ты потянешь? Одну помаду за 75 я заказала, а карандаш для бровей я заказала за 100. 4 доллара и 3 доллара. 7 долларов все стоит вместе. Наша семья выдержит все затраты. Я хочу продавать Никину кроватку и поставить на месте там столик для макияжа. Вот этот женский бодуар. Это не беде хоть. Бля, бодуар. Женский столик. Ну не трюмо, а столик для макияжа хочу. Чтобы у меня там все разложенное было. Все штучки, шмучки. Я себе все разложу, сяду и там красиво накрашусь. Пока туда не запрыгнет кот. А там все шухлядки есть. Я все закрою. Конечно. Накрасила, шухлядку положила и все. Ника, 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 остановись. Шахматы, камин пороть. А детям сделать двухъярусную кровать в детской комнате. Я этим обязательно займусь. Пофоткаю кровать, выставлю. И потом купим взамен двухъярусную. Плохо, конечно, что разнополые дети получаются в одной комнате. Ну и с нами тоже в одной комнате плохо. Как ни крути, плохо. Надо больше комнат. Надо нам, Діва, расширяться. Ты готов? Да. Да? А шо это вот такое вот це в креветках? Це шо, глист чи це какашка? Чи кишечник? Кишечник. Точно? Це шо, она какая головой получается до хвоста? С головы до хвоста своя гоношка? Маш, є щось, молокис є. А может, це є желудок? Она испачкала камінь. Ну, я ж говорила, шо она испачкає, так камінь. О, тише, смотри, у него просто эти схватки. Каждаєте креветочку. Ну да, да, креветочку. Ну, одненьку креветочку, да. Девчонки, щас включаю посудомойку. И вычитала, что этот кислородный пятновыводитель, оказывается, можно засыпать с... Господи, уже мозги не думают. Посудомоечную машинку. Смотрите. Переваги перкарбонат натрия. Вот этот кислородный пятновыводитель, кто спрашивает, это перкарбонат натрия. Он гипоаллергенный, не мистый токсичных отруйных рычевин. Хлора в нём нет. Полностью выполаскивается. И, в общем, ребята, вот как его нужно использовать. Ручная стирка можно. И в стиральную машинку столовую ложку для усиления стирки. И для выводения плям. И смотрите, у побути, как можно его использовать в быту. Используя меня в посудомоечной машине, добавьте от 1 до 4 столовых ложек увитик для порошку. Смотрите, можно мыть пол, поверхности. Можно линолеум, лакофарбовые, полированные поверхности. Вот 1 столовая ложка в литре воды. Для очищения керамической плитки 1 к 10 воды. Для дезинфекции туалета, для очистки кастрюли. Вот видите, я очистила. Я знала, что им можно очистить. В общем, это уже не... О, вот, видите, до и после. Как отмывает. Вот видите, до и после. До и после. Бутылочки, баночки и всё. Вот, в общем, очень классная штука. Но что я хочу сказать. Там набираю себе ванну воды. На голове у меня напоминают это каково, кокосовое масло. Что хочу сказать. Я сейчас помою этой штукой посуду. У меня как раз закончились таблетки. И скажу вам, как это работает. Если у кого-то есть посудомоечная машина, и они хотят попробовать. 60 гривен 100 килограмм. Я не торгую этой штукой. На это ровую, нет. 60 или 80, я уже не помню. Как-то так. То скажу вам результат, в общем. Как получилось. Всё. Я иду мыть голову. Я вас всех люблю. Целую, обнимаю. Хорошего вам дня. Встретимся с вами в следующем видео. И не ходите по чужим каналам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...